Здравствуйте! Казалось бы, вроде такое обычное слово, но такое важное, ведь именно с приветствия начинается любое общение. Наверное, ни для кого не секрет, что любой воспитанный человек при встрече с кем-либо здоровается. Правда, в каждой стране это делается по-разному. Во Франции говорят бонжур, в Испании хола, в Японии кони тива, в Англии хеллоу. А в Германии – guten Tag. На свете очень много разных языков, и для того, чтобы можно было приехать в другую страну и понять друг друга, люди выбрали несколько языков, знание которых поможет вам общаться с людьми из разных стран. Такие языки называют международными. Один из этих языков – английский. Именно поэтому я вам предлагаю научиться здороваться по-английски. Повторяйте за мной. Хеллоу! Замечательно! Давайте с вами еще потренируемся и поздороваемся с нашими друзьями. Посмотрите, какой классный Мишка! Давайте скажем ему привет по-английски. Хеллоу! Хеллоу! У вас замечательно получается! А теперь давайте поздороваемся с Савуней. Хеллоу! Потрясающе! И Савунья нам ответила. Осталось поздороваться с Лосем. Хеллоу! Хеллоу, мои друзья! Он сказал, здравствуйте, мои друзья! У вас потрясающе получается здороваться по-английски. А чтобы не забыть, как это делать, мы с вами сделаем болтливого котика. А болтать он у нас с вами будет на английском языке. Для этой поделки нам понадобится Лист картона того цвета, каким вы хотите сделать своего котика. Лист белого картона, кусочек красной бумаги, маркер, ножницы и клей. Для начала берем картон, из которого будем делать котика и сгибаем его пополам. Кладем сгибом к животику, рисуем голову с ушками и вырезаем. И приклеиваем нашему котику глазки. В самой нижней части, там где сгиб, по ширине глазок отрезаем небольшую полосочку с самого края. Вот так. Дорисовываем нашему котику нос треугольничек и вырезаем большой улыбающийся рот. Вот наш котик и почти готов. Осталось научить его говорить. Для этого берем белый картон и вырезаем полоску шириной с отверстия в нижней части головы. Немного отступая от края, на эту полоску приклеиваем квадрат красного цвета размером с кошачий рот. А чуть выше пишем hello. Для красоты можно добавить нашему коту полоски, усы и другие детали. Не забудьте поместить полоску внутрь. Теперь пасть нашего кота красного цвета. Но если потянуть полоску вниз, то он будет с нами здороваться. Hello! Мы с вами большие молодцы. Мы не только сами научились здороваться по-английски, но и научили разговаривать кота. Теперь вы точно не забудете, как здороваться на английском языке. А нам пора прощаться. До новых встреч! Или как бы сказали в Англии, goodbye. Но это уже совсем другая история.